МИХАЙЛО ШЕЛЕСТ Ой, 8 марта. Шикарний женский день. Поздравляю всех девушек с 8 марта. Желаю, чтобы вы были всегда такие красивые, сексуально очаровательные, мудрые. Ой, я вас кохаю. Дякуємо вам. Ви, як завжди, багатослівний, як завжди, позитивний. Я думаю, що зараз вам подякую усість за привітання. От перше таке запитання. Якою має бути ідеальна жінка? Сьогодні це питання ми будемо розглядати протягом ефіру, будемо ставити його нашим гостям, будемо розбиратися. От що на вашу, як ви вважаєте, така ідеальна жінка і жінка в спорті? Ні хоч нікого образити, але є стереотипи, що жінки в спорті може не дуже недостатньо жіночні, або недостатньо міють з чоловіками себе вести. От давайте розберемося і от ваша думка з цього приводу. Шикарний вопрос. Любая жінка, якщо вона осознанна, давайте на... Российський. Якщо девушка осознанна, сознательна, то есть она сама развивается, получає развитие, учиться, пытается найти щось нове, щось познать, познать свою природу, женскую природу, Соответственно, і познать природу мужчины, в такому случае це идеальна жінка, вона понимає, що таке, як бути, де що сказати, де як поставити і проте, проте, проте. По сути дела, жінка, це десь, скажімо так, гибкоє, таке творіння, вона должна подходить, да, в цьому плані, в такому, то є, це осознанність, осознанність, вона, інших вариантов, по сути дела, не може бути. Любые скандалы, ссоры, это из-за того, что мы не понимаем что-то. Когда человек это понимает, у него нет никаких проблем с этим. Что в отношениях, что, не знаю, в спорте и прочее, прочее. Так, я навіть знаю, що ви і книгу почали писати з цього приводу, чи дописали ви її, розкажіть нам. Да, книгу я дописал. І які думки ви туди вносили? Я знаю, що вони авторські, без абсолютно про жінок, для жінок поділіться з нами. Так, книгу я дописал, там стихи тоже є, і мої соображення по поводу, що, як бути жінчиною, і, опять же, самооборона жінська, і жінчини в спорте, і прочее, прочее. Тут був був запрос по поводу жінчин в спорте, чи може бути жінственна, і прочее, прочее. Ви знаєте, спорт ніколи не вредил, с точки зрения, якщо ви занимаєтесь саморазвитием, то есть, именно, хочете бути в тонусі, красивая, підтянутая. С другой стороны, конечно, якщо ви занимаєтесь высокопрофессональним спортом, наприклад, такими видами спорта, исключительно, скажем так, якщо можна так выразиться, извините, мужскими, допустим, там, тяжелая атлетика, или там, якісь такого плана, там, що-нибудь таке, то, конечно, жінчина, щоб достичь высоких достижень, именно, я имею в виду, там, уровень чемпионата мира, або каких-то педесталів, то, конечно, она може де-то терять, де-то терять в своєй формі структуру, потому що она становиться большая, неестественно большая, скажем так, потому що їй треба поднимати якісь тяжести, плюс-минус. Ну, це такая, скажем так, тема, кому-то може не нравиться таких жінчин, но ми говорим, якщо в цілому, о жінчині, як об еталоне. Девушка – це 8 марта, цифра 8, понимаєте? Бесконечна. Да, 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 це дожна бути... Во-первых, опять же, цифра 8 – бесконечнасть. Она бесконечно красива, бесконечно умна, бесконечно очаровательна, бесконечно шикарна, сексуальна і прочее-прочее. Девушка на самом деле, любая девушка хороша, если она сексуальна і вызывает желання мужчины быть с ней. По сути дела, опять же, це той же саме еталон. Неважно, як ви виглядете з точки зрения внешності, неважно, як ви там спортсмен или нет. Тобто ви зараз хочете сказати, що чоловікам зовнішність неважлива? Ви хочете так сказати? На самом деле, мужчинам внешність, конечно, важна. Ми ж все равно смотрим сначала, прежде чем знакомиться, смотрим внешній вид. Але ще один момент, понимаєте? Що такое, опять же, осознанність? Любой чоловік, який понимає, що здоров'я – це знутри, він як би займається цим здоров'ем. Понимаєте? Тобто, красота жінчини, якщо вона… Ну, понятно, там є дана від природи, але суть не об цьому. От природи-то дана, але все равно підтримує, тонус, якось так, понимаєте? Це говорить про те, що чоловіка розуміє, що вона «должна» бути в формі, в кавычках «должна» іметься в виду, не «обязана», але з точки зрения для себе. здоровий вид, здоровая внешность і таке, це є сама сама. То є дійка тримає себе в формі. Тому в даному влечі сказати, як би… Непо варіанта усього, только осознательне в себе розвитие, саморазвитие і таке. То вы за то, чтобы девушка занималась, держала себя в тонусе, но относительно тяжелого спорта, то вот так подумайте. То, что они там позиционируют себя, показывают какие у них красивые бедра, ягодичные и прочие-прочие, руки, грудь, ну, загляденье одно, и при этом они занимаются штангой. Еще раз объясняю, без фанатизма, если вы занимаетесь для себя, то есть это есть собственное развитие, развитие себя как тела, развитие себя как человека разумного, как осознанного, который вы начинаете читать, познавать себя, что такое, что кушать, что не кушать, как делать. Ведь к любому упражнению можно подходить, можно, как говорится, здорово поломать себе ногу, а можно заниматься красиво, качественно и быть всегда в форме. В данном случае у меня вот, да, професионально. Начата, не напружайтесь так сильно, как наш сегодняшний гид, чтобы не было потом таких проблем. Что такое за питание, вот, мне хочется вам его поставить, потому что вы так мислите довольно цикаво в цему напрямку, якою бы вы створили женщину, если бы у вас на это была воля, возможность? Девушка, которая постоянно развивается. По сути дела, вот, саморазвитие. Неважно, девушка, мужчина, если человек развивается, всегда развивается, познает что-то, он начинает больше понимать. Но, опять же, понятие, вот просто я понимаю и я осознаю, что я понимаю, это абсолютно разные вещи. Маленький пример, выйдите сейчас на улицу и спросите любого человека, курящего, любого, просто подойдите, обычный, нормальный вопрос, вы знаете, что курение вредно? Ну, например, вот такой вопрос. Он скажет, в принципе, да, но он при этом курит. Вы понимаете, то есть он знает, что курение вредно, но он не нас разнает этого. То есть, мы приходим к тому, что человек, когда, вот, знаете, вот мотивация в спорте, вот, я хочу заниматься, не надо, вы должны четко понимать, что спорт, это есть здоровье. По сути дела, ваше здоровье. Еще раз, без высоких достижений, я имею в виду олимпийские там виды, просто для себя, для саморазвития, опять же, чтение. Чтение подает вам развитие знания, какие-то знания, а раз у вас знания есть, вы на какую-то ситуацию реагируете по-другому. Одно дело, допустим, допустим, я знаю, я принимаю вот женскую, скажем так, сущность, она хочет быть красивой, она хочет быть, там, выглядеть, она хочет привлекать взоры. Соответственно, когда она стоит, красится у зеркала 20 минут, ну, бога ради, это, то есть, меня это не вызывает раздражение, я понимаю ее сущность. Все, ну, то есть, ну, да, молодец, ты умничка, шикарно выглядишь, собственно, как вот девушке в студии, да, комплимент. Вот, все, отлично, это отлично. А мужья, допустим, которые, давай быстрее, давай быстрее, ну, например, то есть, он не понимает этого. Соответственно, скандал, ругань, в конечном итоге, кто-то кого-то перерастает, ну, или, допустим, один идет в рост, а второй, мягко говоря, сдеградировал. Они расходятся, все, не бывает, только разница в том, что как они расходятся, со скандалами, проще, ну, это уже следствие, это, то есть, причина, человек просто не осознает. То есть, по сути дела, женщина, которая, или там, девушка, или мужчина, не имеет значения, человек, развивается, он читает, он понимает, что здоровье, это дает ему спорт. Он понимает, что пить, это вредно, потому что это, опять же, для здоровья. Он понимает, что читать, это полезно, для того, что развивает мышление, ваши знания, просто общее знание, и прочее, прочее. Чем больше вы читаете, тем больше вы знаете, как-то вы начинаете больше знать, вы начинаете этими знаниями как-то оперировать, начинаете думать, мыслить, синтезировать и как-то вот, да, тем самым вы начинаете какие-то свои мысли уже в голове издавать, тем самым это происходит по маленьку, по маленьку называется осознанность, и в конечном итоге вам уже хочется читать какие-то другие литературы, ведь все начинали, вы знаете, я начинал с «Незнайки на Луне», да, читать, в конечном итоге дошел там до каких-то уже продвинутых книг, но суть не об этом, это вот ступень. Мы вас понимали, то есть такая порада для всех женщин и для мужчин, что нужно развиваться, читать, усведомливать все свои впечатления, все свои думки и тогда мы, напевно, что мужчины и женщины понимают один в один. Шикарный ответ. Будем считать, что это вот именно вывод такого, да, вот прямо я бы, наверное, лучше бы не сказал. Абсолютно верно, абсолютно верно. Спасибо вам, наш шикарный ранковый гость, наш постепенно спортивный тренер, а сегодня еще эксперт, женщин, ну, извините, я уже так скажу, Михайло Шелест. Спасибо вам, что заветали, гарного вам продолжения дня.